Всем привет! Тяжелые чемоданы с проводами и колесиками остались в прошлом веке, а в будущем нас ждут только роботы, которые делают все сами и вертикальные беспроводные пылесосы, с которыми любая уборка одно удовольствие. Если вы еще не поняли, зачем вам нужна вертикалка, можете посмотреть мой предыдущий ролик, который так и называется «Стоит ли покупать вертикальный пылесос?». Вкратце я могу сказать, что вертикальный пылесос гораздо удобнее старых проводных пылесосов и почти не уступает им по мощности всасывания. Хочу подчеркнуть, что речь идет не о мощности как таковой, а именно о мощности всасывания, которая примерно в три раза меньше. А в этом видео мы поговорим о лучших представителях жанра, включая моющие пылесосы и обычные модели для сухой уборки. Так что ставьте лайк и не забывайте подписаться на канал. Начнем с моющих вертикалок, ведь это самая удобная вещь на свете, если нужно убрать с пола кашу, разобраться с проделками кота и собрать землю после пересадки цветка. Из всего многообразия моющих пылесосов я выбрал три модели с оптимальным сочетанием цены и качества. Сейчас о них и расскажу. На третьем месте нас встречает похожий на базуку Dreamy H11. Если вы любите выкладывать фотки в инстаграм, можете вскинуть пылесос на плечо из-за косплея Джона Рэмбо. На самом деле цилиндрический корпус выглядит очень стильно и даже футуристично, учитывая дисплей на торце и тот факт, что пылесос умеет разговаривать. Dreamy H11 будет сообщать вам о завершении подзарядки, смене режима, напоминать об очистке пылесборника. В наличии несколько голосовых пакетов, в том числе и русский. Но Dreamy покоряет не только необычным дизайном, но и своей мощностью. Сила всасывания достигает 170 ватт, поэтому эта модель подходит даже для деревянных покрытий. Поток воды размывает присохшие пятна, валик натирает пол, а затем раструб втягивает грязь в пылесборник, оставляя ламинат лишь слегка увлажненным. Долго возиться с обслуживанием не придется, просто поставьте пылесос на станцию и нажмите волшебную кнопку. Dreamy зальет воду в поддон и самостоятельно прополощет валик. Но, к сожалению, идеально эту вертикалку не назвать, потому что у нее есть целых три ограничения. Во-первых, мягкий валик хорошо чистит пол, но бесполезен на коврах. Во-вторых, производительность. У Dreamy H11 несъемная батарея, поэтому работать он будет ровно 30 минут, после чего будет 3 часа подзаряжаться. И в-третьих, по финансовым возможностям. Ведь выложить заговорящий пылесос придется не менее 400 долларов. Так что выше третьего места пылесос забраться не смог. Серебряный призер рейтинга – Kongo Popstar 29600 от компании Cicotec. Звучит непривычно, но в Испании Cicotec – это примерно то же самое, что во Франции Tefal. А теперь этот бренд активно начал осваивать и наш рынок. Kongo Popstar полностью соответствует своему названию. Идеально решает большинство популярных задач. Собирает песок и моет пол. Для подачи воды служит отдельный рычаг под ручкой. Так что интенсивность смачивания можно менять в зависимости от загрязнения. В спальне достаточно легкого увлажнения, а плитку на кухне нужно основательно помыть. Объем резервуара вдвое меньше, чем у Dreamy H11. С собой можно взять только 400 миллилитров воды, а в пылесборник вмещается не больше 350. Так что с одного захода можно будет убрать не больше двух комнат. Но в этом есть и свои плюсы. В полном сборе Kongo Popstar весит всего 3,5 килограмма. Для Арнольда Шварценеггера разница небольшая. Килограмм больше, килограмм меньше, а нежная женская рука сразу же почувствует, насколько удобнее и маневреннее этот пылесос по сравнению с аналогами. Информационного дисплея производитель не предусмотрел, но времени на уборку будет достаточно. Если не выжимать из мотора максимум, Kongo Popstar будет работать не менее получаса. Но при необходимости можно запастись лишними батареями. Благо, у пылесоса они съемные. Но подняться на первое место у Kongo Popstar не получилось. Чтобы сделать пылесос легким, производителю пришлось уменьшить габариты, в том числе размеры валика. А значит, придется делать больше движений, чтобы обработать одну и ту же площадь. Еще у Kongo Popstar нет ковровой щетки, так что сфера его применения ограничивается гладкими покрытиями. При этом следует отметить, что производитель постарался компенсировать эти недостатки приятным ценником в 250 долларов. В итоге на первом месте оказался идеально сбалансированный Atwell F16. Как сказал Классик, в пылесосе все должно быть прекрасно. И дизайн, и конструкция, и функционал, и мощность. Именно таков Atwell F16. Резервуары находятся в разных местах, поэтому их невозможно перепутать, как у Kongo Popstar. Да и объемы более солидны. В бак можно залить 680 мл воды. Это уже хватит на всю квартиру. Мало того, в торце корпуса американские инженеры нашли место для удобного дисплея. От зверской мощности производитель отказался в пользу автономности. Благодаря мотору на 150 ватт Atwell F16 работает достаточно долго и при этом собирает мусор любой фракции. Кромка насадки находится на нормальной высоте, так что в раструб попадает все, включая кошачий наполнитель и комки земли. Рукоять с рычагом для подачи воды тоже в наличии. Бороться с валиком не придется, достаточно поставить пылесос на станцию и нажать кнопку самоочистки. Пылесос сделает все сам. Прямо как в рекламном слогане из 90-х. Atwell просто добавь воды. Но самое классное это функциональность. Мягкий валик в любой момент можно заменить на турбощетку, чтобы можно было прочесать ковер и собрать собачью шерсть. В общем Atwell F16 такой же как Kongo Popstar, только более функциональный, а стоит не так, чтобы сильно дороже. 280-300 долларов. Заслуженное первое место. С моющими пылесосами разобрались, теперь перейдем к обычным вертикалкам. И для начала я расскажу о лучших вариантах среди самых дорогих. Как говорится, приобрести такие вертикалки смогут не только лишь все, мало кто сможет это сделать. Второе место забирает похожий на снайперскую винтовку Samsung Jet 90 Complete Extra. Совпадения не случайны. Корейский пылесос убивает микробов на повал. Мотор мощностью 200 ватт вытягивает засевшую в ковре пыль, а турбощетка вращается так быстро, что может потягаться с болгаркой. Как-никак 3000 оборотов в минуту. При этом агрессия в Jet 90 удачно сочетается с заботой о мелочах. К примеру, производитель отказался от рычага, который нужно постоянно зажимать пальцем, и вынес кнопки на наружную сторону рукояти. Все работает по однократному нажатию, а управлять можно одной рукой. Или место для хранения. Корейцы позаботились о вашей венецианской штукатурке. Дырявить ее не придется, потому что в наличии вертикальная напольная подставка. И стенка целая, и пылесос никому не мешает. Добавьте к сказанному широчайшую комплектацию с кучей всяких прибамбасов. Включая мебельную щетку и валик с серебряными ворсинками. Не серебристыми, а именно серебряными. Если внезапно произойдет сопряжение сфер, и со всех сторон полезут вампиры, Samsung Jet 90 сможет вас защитить. Так что не удивляйтесь, что он стоит 550-600 долларов. Хорошо хотя бы рукоять не золотая, иначе страшно представить, сколько бы за него запросили. Еще один пылесос не для всех – это Dyson V15 Detect Absolute. И он еще круче, чем Samsung. Сейчас объясню почему. Дело даже не в легендарных двигателях Dyson, которые считаются самыми надежными в мире, а в том, насколько этот пылесос инновационный и продуманный. Dyson V15 анализирует плотность воздушного потока и автоматически повышает силу всасывания в сильно загрязненных местах. Например, на ковре. Максимальная мощность 240 Вт. Хватит, чтобы сделать собачий коврик снова молодым. В углу основной насадки имеется зеленая подсветка, прямо как на шлеме у Сэма Фишера. Она помогает разглядеть пылинки на полу и более качественно пропылесосить. Мало того, Dyson еще и отчитывается о проделанной работе. Выводит на дисплей информацию о количестве собранных частиц каждой фракции. Практической пользы от этого никакой. Зато представьте, как будут впечатлены ваши гости. Также британский производитель продумал защиту турбощетки от наматывания волос. Та же система, что у робота-пылесоса Dreamy L10 Pro. Возиться с обслуживанием не придется. В общем, если вам повезло по жизни, Dyson V15 вас не разочарует и отлично подойдет для вашего трехэтажного особнячка. Батарея съемная, можно купить пару штук и менять их по ходу уборки. Да и стоимость пылесоса наверняка не смутит вас. Всего-то от 800 до 1000 долларов. О пылесосах для небожителей я рассказал, теперь наконец-то займемся вертикалками для самых простых смертных. На пятом месте изысканный и стильный Dreamy T30 Neo. Когда смотришь на этот пылесос, сразу же хочется надеть кожаный плащ и темные очки, потому что Dreamy T30 Neo действительно ломает ограничения матрицы. Удобный гофрошланг позволяет парить в салоне автомобиля, вытягивать грязь из каждого закоулка. С помощью шарнирного переходника можно собирать пыль на шифонере даже без применения левитации. А мебельная щетка, которая вытягивает пылевых клещей из обивки дивана, сделана настолько круто, что, пожалуй, справилась бы с электрическими жучками агента Смита. Мощность всасывания можно регулировать кнопкой на дисплее. В щадящем режиме Neo сможет собрать разве что крошки с ламината, зато будет работать почти полтора часа. В турбо-режиме время работы сокращается до 7 минут, зато мощность возрастает до 190 Вт. Режимы можно менять на лету, подстраиваться под нужное напольное покрытие, благо турбо-щетка у Neo универсальная. Она подходит как для твердых покрытий, так и для ковров. Еще этот пылесос порадует вас фиксатором мощности и надежной системой фильтрации с двумя фильтрами и микроциклонами. Но полностью взломать матрицу все-таки не получилось. Dreamy T30 Neo выглядит дорого, собран качественно и укомплектован по высшему классу, поэтому и заплатить за него придется немало. Порядка 400-450 долларов. Еще одна достойная модель от Genius с говорящим названием Magic Stick M30. Действительно, даже Гарри Поттер мог бы позавидовать такой волшебной палочке. Легким движением руки Magic Stick превращается в автомобильный пылесос, в устройство для уборки шкафов и вообще во все, что пожелаете. Насадки можно комбинировать и менять местами, даже штангу можно вставлять разными концами. В общем, если ребенок в очередной раз будет страдать от скуки, просто дайте ему коробку с пылесосом. Такому конструктору позавидуют даже дизайнеры Лего. При использовании напольной насадки с нижним фильтром Magic Stick выдает 150 Вт. Этого достаточно, чтобы качественно пропылесосить ковер. Но если отстегнуть моторный отсек и перейти в режим ручного пылесоса, мощность всасывания возрастет до 200 Вт. Так что при желании можно практически вытянуть душу из вашего старенького дивана. Кстати, на мебельной насадке установлена ультрафиолетовая лампа. Полезнейшая вещь, особенно если на диван иногда запрыгивает собака. Но самая убойная – это угловая насадка, которая напоминает щупальца из фильма «Мгла». Если хотите разыграть свою вторую половинку, можете положить эту штуковину под одеяло. Только возьмите на всякий случай дефибриллятор. Единственный минус Magic Stick M30 – моторный отсек со всеми модулями находится внизу у самой насадки. Поэтому залезать таким пылесосом под кровать будет проблематично. С учетом комплектации ценник впечатляющий – 320-340 долларов. Бронзу забирает вертикалка Jimmy H9 Pro. Мощность всасывания примерно такая же, как у Dreamy – 200 Вт, но работает Jimmy почти в три раза дольше – 17 минут на максималках. Это один из самых производительных пылесосов на рынке. Режима мощности не 3, как обычно, а 4. Среди прочих есть и автоматический режим, в котором Jimmy самостоятельно меняет силу всасывания. Повышает на коврах, снижает на гладком полу. Если помните, такой же функционал был у безумно дорогого Dyson V15. Также в глаза бросается богатейшая комплектация. Помимо обычных щелевых насадок в коробку положили гофрошланг – щетку для одежды. Ее пользу оценят счастливые обладатели кошек. И ковровую турбощетку, которую можно ставить на место мягкого валика. Хранить все это добро можно в напольном держателе, так что портить достижение недавнего ремонта не придется. Но самое классное в Jimmy H9 Pro – штанга с изломом посередине. Это даже удобнее, чем переходник на Dreamy T30 Neo. В плане эргономики с Jimmy может конкурировать только один пылесос, но о нем я расскажу чуть позже. Единственная претензия – бюджетный пластик в местах изгибов и сочленений. Все-таки просят за пылесос 340-370 долларов, а за такие деньги хотелось бы, чтобы он выглядел безупречно. Второе место уверенно взял американский пылесос от Well G9. Помните, у Jimmy H9 Pro была дополнительно ковровая щетка, которую можно было ставить на место валика? Вроде бы удобно, а вроде и не очень. Это что же, пропылесосил ковер в гостиной, переставил щетку, дошел до преддверного коврика, опять переставляй, и потом снова и снова? Так вот, от Well решает эту проблему раз и навсегда, потому что в раструбе одновременно установлена и ковровая щетка, и валик. Элементарно, Ватсон. Площадь подошвы возросла, но мощности хватает за глаза – 170 Вт. Еще раз напоминаю, что речь идет именно о мощности всасывания. К примеру, полная мощность этого пылесоса – 535 Вт. От Well G9 легко соберет рассыпанную крупу, вытащит песок из ковра, очистит щели между плитками. А если вдруг пылесос схватит вашего кота – ничего страшного. Уже через 5 секунд сработает защита от перегрева, поэтому за мотор можно не беспокоиться. Несмотря на свою невероятную мощность, От Well очень легкий и работать им просто кайф. Ведь он весит всего полтора килограмма. Тот случай, когда использование детского труда не будет вызывать малейших угрязений совести. Еще для удобства эксплуатации американские инженеры предусмотрели подсветку. Причем, это не какая-то зеленая лампочка, как у некоторых, а две настоящие фары с тремя лампочками для каждой. Поэтому, если вы решили навести порядок в 2 часа ночи, но не хотите включать свет, чтобы никого не будить, можете пропылесосить в темноте. Правда, от шума пылесоса все равно все в доме проснутся. Но можно ли это считать претензией для агрегата с такой мощностью? То же самое можно сказать и о цене. 340-380 долларов – достойная цена для достойного пылесоса. А теперь переходим к лидеру. Игги Поп в одном интервью признался, что на первых концертах в качестве музыкального инструмента брал с собой пылесос. Если бы Игги давал такие концерты в наши дни, то 100% он вытащил бы на сцену именно Конга Rockstar 1500 Ultimate. Потому что это не просто пылесос, это настоящая рок-звезда в мире вертикальных пылесосов. Начнем с самого главного. Rockstar 1500 Ultimate – это действительно мощный агрегат. Под красивым пластиковым корпусом скрывается просто дикий мотор с мощностью всасывания 230 ватт. Rockstar легко заглатывает наполнитель, крупу и даже мелкие камни. Тут уже не то, что кот, даже собака будет поглядывать на него с опаской. Если вы немного увлеклись и быстро разрядили аккумулятор, ничего страшного, подзарядка занимает всего 2 часа. Это в два раза быстрее, чем у аналогов. Пистолетная ручка и дисплей с идеальной кнопкой, четко попадающие под большой палец, обеспечивает максимальное удобство управления. Все манипуляции можно делать одной рукой. Плюс у Rockstar 1500 Ultimate такая же шикарная штанга с дополнительным шарниром посередине, как у Jimmy H9 Pro. Комплектация тоже впечатляет. Мебельная насадка, щетка для одежды, гофро-шланг и даже страшное щупальце, как у Genio Magic Stick. А на гладком полу к основной насадке можно приставить швабру с бачком, чтобы одновременно пылесосить и вытирать пол. В общем, аксессуаров настолько много, что они не поместились бы ни на какой держатель. Поэтому производитель предложил простое и эффективное решение. Стильный черный мешок, куда можно все сложить. Заплатить за полный комплект Rockstar 1500 Ultimate придется порядка 400 долларов. Но разве это много за самый мощный, самый функциональный и самый удобный пылесос? Конго Rockstar 1500 Ultimate ErgoVet отработает каждый вложенный рубль. А если вы не готовы потратить на пылесос такие деньги, можете рассмотреть Rockstar 1500 ErgoFlex. Это та же модель, только без миллиона насадок и стоит дешевле. На этом у меня все. Мы рассмотрели лучшие беспроводные палки для дома. Любая модель из списка будет надежным помощником во время уборки вашего дома. Конечно же, пишите, какая из представленных моделей лучше для вас. Ну и главное, отдельная благодарность, кто поддержал это видео лайком, а канал подпиской. Огромное спасибо этим ребятам! С вами был BestRobot, до новых встреч! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok